Приветствую друзья на своём канале Каска. Сегодня у нас в ролике PAL World. Рассмотрим с вами различные параметры графики, а также попробуем слегка повысить производительность. Да, настройщик в этой игре конечно же не так много как в предыдущем ролике, но тем не менее. Каждый параметр влияет на фпс, а также на саму атмосферу. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Первое что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем настройки, графика. Здесь нас сразу встречает режим экрана. Полный экран и в окне. Разработчики нам дают совет. Если вам что-то не нравится, ставите в окне и понижайте само разрешение. Я считаю это отличный совет, в каждом ролике его рекомендую, поэтому можете пользоваться. Единственное что печально, что игра именно в окне, а не полный экран. Тем не менее это можно исправить следующим способом. Переходим на рабочий стол, ПКМ, панель управления. Выбираем разрешение, допустим Full HD, применяем настройки и уже заходим в игру. Это один из способов как можно повысить производительность, при этом чтобы игра была на весь экран. Максимальная частота кадров я оставлю без ограничений. Если у вас есть проблемы с производительностью, как пример ваш процессор загружен на все 100%. В этом случае можем сделать ограничения кадров на 60%. Не всегда, но в большинстве случаев это разгружает ваш процессор. Вертикальная синхронизация, я лично отключаю. Размытие в движении, тоже отключаю. Ну и начинается самое интересное. Перед тем как начнем, я обязательно должен предупредить. У нас с вами у всех разные системы, и если в моем случае качество травы кушает минимальный фпс, в вашем случае на более мощном либо слабом ПК может быть все совсем по-другому. Имейте это ввиду и держите в голове. Я покажу на что стоит примерно обратить внимание. Как сильно параметры графики влияют на картинку и погружение. А вы уже сами решаете и под себя настраиваете. Что просто было понятно от чего отталкиваться. Сглаживание. Самое интересное. У нас есть ТСР. Грубо говоря это аналог ФСР. Тоже масштабирование, только уже от эпиков. Есть ТАА и ФХАА. О них мы полностью забываем, потому что у нас есть ТСР. А это больше фпс и лучше картинка. Точнее сглаживание. Бесспорный лидер. Дистанция прорисовки. Кушают порядка 10 фпс. Если сравнивать со средними, 5-7 кадров. Для данного жанра я считаю, что средние более чем. Играть комфортно, плюс-минус все видно. Для слабых систем можете поставить даже на низкие. Пользуйтесь. Трава. Кушает не так много фпс. Около 5 кадров. Средние около 2-3. В этом случае можно поставить на низкие и даже глаза не будет резать. Потому что я не скажу, что сильно влияет на картинку. А в каких-то местах, там где обитают боссы, все может пойти не по тому месту. Тени. Существенно влияет на производительность. Разница между низкими и ультра практически 20 кадров. Но картинка выглядит слишком уж голой. Мне так играть некомфортно. Тем не менее, для слабых систем запас есть. Разница уже между средними около 10 кадров. Но. Средние мне не понравились. Это больше как не качество теней, а их прорисовка. Приближаясь к тому месту, где должны быть тени, появляется будто бы облако с тенями. Возможно, это в будущем пофиксят. Но пока как-то так. А вот высокие уже самое то. На 5-7 кадров больше. Да, не так существенно. Но, по крайней мере, сохраняется атмосфера. И уже видно их именно качество, а не дальность. Эффекты. Кушают около 10-12 кадров. Даже в обычных местах, там где нет особо эффектов. Уже в битвах с боссами, там где будут задействоваться различные эффекты, может влиять более существенно на производительность. Затесить подробно на данном этапе игры мне пока не удалось. Кто знает более, подробнее напишите в комментах. Средние уже кушают около 8-10 кадров. Мне кажется, самое то. Ну и текстура. Естественно, на производительность никак не влияют. А в первую очередь, на ваш объем видеопамяти. Если у вас менее 2 гигов видеопамяти, ставите среднее, либо низкое. Если более, высокое, а также ультра. Ну и остается последнее. Это DLSS. Если у вас видеокарта RTX серии. При включении DLSS у нас отключается сглаживание. Ничего страшного, потому что если мы поставим на качество, картинка практически не меняется, а количество кадров на 20-25 больше. Я думаю, DLSS качество подойдет для, наверное, всех видеокарт. Даже 20-60 можете ставить спокойно и будет все отлично работать. Но, тем не менее, если будут проблемы, ставьте уже на баланс. Производительность не рекомендую, потому что, ну, вы сами понимаете. Я лично играю без DLSS, а оставляю чисто TSR. Область обзора. Чем меньше мы ее ставим, тем ближе камера и меньше FPS. Чем дальше мы отдаляем область обзора, тем больше производительность. И, как ни странно, лучше играется, наверное. Тряска камеры тут по желанию. И дистанция камеры при езде верхом тоже по желанию. По настройкам у нас получается как-то так. Сохраняем настройки. Некоторые настройки требуют перезагрузки игры. Нажимаем «Да». И теперь наша задача – это слегка оптимизировать нашу систему под игру. Там же я покажу конфиг, который, возможно, кое-как повлияет на производительность в игре. Но это не точно. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте. С твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Ну и как любой достойный себя оптимизатор, мы начнем, конечно же, со схемы питания. Нажимаем «Поиск», пишем «Панель управления». Кстати, если у вас десятка, ничего страшного. Все настройки плюс-минус одинаковые. «Электро питание». Здесь мы нажимаем «Показать доп. схемы». И ставим галочку на «Высокая производительность». Если вас интересует схема питания «Максимальная производительность», чуть позже покажу. Нажимаем «Поиск», пишем «Апп дата», точнее «Проценты», «Апп дата» и «Проценты». Открываем папку с файлами «Апп дата», «Локал». Ищем «Пал», «Сэйвэт», «Конфиг», «Виндовс». И здесь нас интересует «Гейм юзер сеттингс». Во-первых, здесь вы можете изменить «Резолюшн квалити», но для этого нужно будет отключить полноэкранный режим. Как оно работает, точно я не тестировал, просто зашел, посмотрел, увидел, убедился и ушел. Также у нас еще есть «Шейдинг квалити». В самой игре мы настроить их, как я понимаю, не можем, если ошибаюсь, поправьте в комментариях. Но именно в конфиге можем поменять значение на 2, 1, либо 0. Я тестил по-разному на качество какой-то картинки. Ничего не заметил, на производительность тоже никак, по-моему, не влияет. Но это может быть именно на моей системе. В вашем случае, если интересно, можете поменять значение. Если вы это сделаете, напишите в комментах, есть ли разница или нет. Мне самое интересное. После этого нажимаем «Контрол С» и сохраняем. Далее открываем «Стим». Если у вас игра, конечно же, в «Стиме». Если в «Эпике», то «Эпик». Нажимаем «ПКМ», «Свойства», «Оверлей стим в игре». Тут по ситуации. Если вы играете в соло, тогда можете отключить. Если с друзьями, то оставляйте включенным, для того, чтобы кидать пати и так далее. Переходим на «Установленные файлы». Нажимаем «Обзор». Стим мы не закрываем, только в «Свойства PAL World». Нажимаем «Стим», «Настройки». Переходим на «Библиотека». И ставим галочку на «Упрощенный режим». Далее «Друзья» и «Чат». По желанию, можете отключить анимированные аватары и анимированные рамки у ваших кентов. Если они, конечно же, есть. Теперь со спокойной душой мы закрываем «Стим» и оказываемся в папке с игрой. Открываем папку «ПАЛ», «Бинарияс», «Вин 64». И здесь нас интересует «ПАЛ», «Ворлд», «Вин 64», «Шиппинг». Нажимаем «ПКМ», «Свойства», «Совместимость». Ставим галочку на «Отключить оптимизацию во весь экран». Далее «Параметры высокого DPI» и ставим галочку на «Режим масштабирования». Нажимаем «Ок», «Применить» и «Ок». Копируем путь к саму приложению. Нажимаем «ПКМ», «Копировать». Далее нажимаем «Поиск». Пишем «Настройки», «Графики». Нажимаем «Обзор». Вставляем наш скопированный путь. И «ПАЛ ВОРЛД», «Добавить». У нас добавляется «Игра». Далее нажимаем «Параметры» и ставим галочку на «Высокая производительность». На портативных компьютерах это обычно не существенно. Но на ноутбуках, либо если у вас две видеокарты, это может играть небольшую роль. Далее переходим на «Стандартные параметры графики». На десятке это будет сразу здесь чуть выше. Здесь нас интересует планирование графического процессора с аппаратным ускорением. Если вам эта функция доступна, мы ее можем включить. Только в том случае, если процессор мощнее, чем видеокарта. Если наоборот, тогда игра не стоит свеч. Так же самое, если вы стримите эту игру, тоже не включайте эту галочку. Картинка будет у зрителей, будто бы вы плаваете, а не играете. Нажимаем «ПКМ на пуск». «Диспетчер устройств». Опускаемся слегка вниз и находим «Системное устройство». Здесь нас интересует высокоточный таймер событий. Нажимаем «ПКМ» и отключить устройство. Нажимаем «Поиск». Пишем «Xbox Game Bar». Мы его, конечно же, отключаем. Если у вас есть именно «Xbox Game Bar», здесь будет указано. Не просто «Xbox», а еще один «Xbox Game Bar». Заходите в него и там уже все отключаете. Ненужное. Самая главная галочка – это, по-моему, записывать в фоновом процессе. Типа такого. Чтобы она у вас не стояла. Отключайте обязательно. Следующее, что нам нужно сделать, это слегка настроить нашу видеокарту. Если у нас видеокарта от NVIDIA, нажимаем «ПКМ на рабочем столе». Панель управления NVIDIA. Переходим на «Параметры 3D». Здесь я лично обычно ставлю галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. То есть ползунок влево. Далее переходим на «Управление параметрами 3D». И здесь у нас есть два варианта. Делаем на глобальных параметрах настройки, либо в программных настройках. В чем, собственно, разница? Глобальные параметры отвечают за все игры и приложения. А уже программные настройки вы сможете выбрать настройки, допустим, для определенной игры. Я обычно делаю следующим образом. Сейчас покажу, возможно, вам тоже так понравится делать. Сначала настраиваем обязательно глобальные параметры. System Fallback Policy. System Fallback. Куда? Все. DSR-степень. Отключить. Антизотропная фильтрация. Если вы никогда не пользуетесь, тогда можете отключать. Я лично ставлю «Управление от приложения». То есть в самой игре я уже смогу выбрать. Отключить ее, либо включить. То же самое касается и вертикальной синхронизации. Я ее обычно, конечно же, всегда отключаю. Тем не менее, осталась привычка ставить на «Использовать настройку 3D-приложения», чтобы в самой игре уже сделать настройку. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Затенение фонового освещения. Для слабых игр я обычно ставлю «Производительность», если у вас более-менее неплохая видеокарта. Чтоб слегка была чуть лучше картинка. Если ПК слабенький, ставите на «Выкол». Частота кадров и так далее. Все это я пропускаю. Метод «VulkanOpenGL». Где-то там. Выбираю обычную цепочку буферов DXGI. Потоковая оптимизация. Отключаем. Частота обновления экрана высшая, доступная. Размер кэша шейдеров. Я выбираю 10GB. Режим низкой задержки. Для более мощных ПК ставите на «Ультра». Для слабых – «Выключить». Режим управления электропитанием. Ставим на максимальную производительность. Совместимость с OpenGL. Приоритет совместимости. И фильтрация текстуры качества выбираю на «Высокая производительность». И нажимаю «Применить». Это на настройки глобальных параметров. То есть для всех игр и так далее. Уже в программных настройках мы нажимаем сюда. Ищем «Pal World». Если ее здесь нет, нажимаем «Добавить». Ищем уже в этом списке. Если, допустим, тоже ее здесь нет, нажимаем «Обзор». Вставляем наш ранее скопированный путь. Ну, то есть, переводим в папку с игрой. «Pal». «Binarious», «Wincha 4». И «Pal World», «Shipping», «Открыть». И уже здесь мы можем сделать настройки для определенной игры. Так сказать, более подробней. Как пример, фильтрация. На мощных компах для более-менее хорошей картинки можем поставить на 16х. Допустим, почему бы и нет. «Вертикалка», «Отключить». «ГП Рендеринг». У нас стоит наша видеокарта, все правильно. «Режим низкой задержки». В этой игре она нам, по сути, и не нужна. Можем отключать. Ну и фильтрация текстур, качество. Как пример, можем поставить на производительность. Если хорошая видеокарта, на качество, либо вообще высокое качество. И так далее. То есть, плюс-минус вы должны понимать, что я имею в виду. И просто нажимаем «Применить». Далее, то, что у нас касается видеокарт от AMD. Sorry, AMD-шки у меня нет. И так сказать, более актуальных настроек подсказать я не смогу. Но, как пример, как раз мы сразу скопируем наш архивчик. Ставите просто «Киберспорт». Далее, оптимизация формата. Производительность. Режим тесселяции. Переопределить настройки. И максимальный уровень тесселяции. Отключить. Все. Это основные настройки. Далее, нажимаем «Поиск». Пишем. Нет, не панель управления. А, параметры. Настройки. Точнее, не настройки, а режима игры. Вот точно. Игровой режим мы оставляем включенным. Xbox мы до этого отключали. Молодцы. Записи. Все, что здесь у вас будет указано, ставьте на самое минимальное значение. Также нас интересуют фоновые приложения. На 11 винде это делается не то, что делается. Точнее, вообще не делается в первую очередь. Но некоторые приложения все-таки можно изменить. Допустим, фотографии. Нажимаем доп. Параметры. Здесь мы ищем. Разрешить работу приложения в фоновом режиме. Выбираем просто «Никогда». И делаем так для каждого приложения. Которые можно сделать. По большей части на 11 винде смысла этим заниматься вообще нет. На десятке это делается в два клика. Заходите в конфиденциальность. По-моему, там фоновые приложения. И отключаете галочку. Все. То есть буквально два клика. И все у нас отлично работает. Потому что эти фоновые приложения, чтобы работали фоном, нам по сути и не нужны. Особенно, когда мы играем. Какие-то обновления, какая-то передача информации и так далее. Короче, просто отключаете. Кстати, если у вас Windows 11, последняя версия. Нажимаем «Поиск». Пишем «Изоляция ядра». И обязательно отключаем целостность памяти. Потому что на производительность влияет ой как сильно. После этого залетаем в игру и проверяем нашу производительность. Если вас все устраивает, замечательно. Отключаем видео. По желанию ставим лайк. И идем играть. Если вам нужно еще больше производительности, но слишком не наглейте. Потому что, допустим, у вас уже 90 кадров, а вы хотите там 140, то нет, не стоит этим заниматься. Это уже больше для тех, у кого там 60 FPS, 50 и так далее. Качаем мой архивчик по ссылке в описании. Там будет Телеграм, Дискорд, либо Бусти. Кому где удобнее. Делаем распаковку. Открываем архив. И здесь у нас есть настройки видеокарты. То, что я говорил и показывал ранее. Очистка, твики реестра и так далее. Начнем с очистки. Заходим в «Делет темп файлс». Все это удаляем. То, что не удаляется, нажимаем просто «Отмена». Возвращаемся назад. «Делет темп файлс». Выделяем все файлы. Нажимаем «Шифт», «Делет» и «Да». То, что не удаляется, отмена. Диск «Клинап». Выбираем диск «С». Ок. Здесь мы нажимаем на «Очистить системные файлы». Снова выбираем диск «С». И везде ставим галочки и нажимаем «Ок». Находим «MSI мод». Нажимаем «ПКМ». Обязательно запуск от имени администратора. «Да». Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на «MSI». И приоритет мы выбираем «Хай». И нажимаем «Apply». Нигде больше ничего не ставьте на «Хай» и так далее. То есть только видеокарта. Нажимаем «Закрыть». Схема питания. Если вам нужна схема питания «Максимальная производительность». Копируем команду. Нажимаем «ПКМ». Копировать. Закрываем. Нажимаем «ПКМ». Windows PowerShell Administrator. Либо командная строка. Как удобней. Нажимаем «Контрол плюс В». Если не работает, нажимаем просто «ПКМ». И «Энтер». Закрываем. Открываем схему питания. Ярлык. Показывает топ-схемы. И ставим галочку на «Максимальная производительность». Если нужно будет ее удалить. Не знаю зачем. Допустим. Просто нажимаем «Удалить схему». И «ОК». Ну и остались у нас твики реестра. Открываем папку. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. Здесь у нас уже есть готовые бэкапчики на всякий случай. Также в картинках для рукастых и красиво расписал. Делайте так, как вам больше нравится или как более удобней. Первые два файла реестра. Отключаю от Xbox DVR. Как мне писали люди «Бустит от 15 до 20 фпс». Правда или нет? Не знаю. Что мы делаем? Нажимаем «ПКМ» «Открыть». Если у нас «Десятка», у нас будет «Слияние». Нажимаем «ПКМ» и «Слияние». DVR 2 «ПКМ» «Открыть». Отзывающая система тоже самое. «ПКМ» «Открыть». Либо «Слияние». Сетевой тротинг тут. По желанию в этой игре по сути не важно. И системный приоритет тоже «ПКМ» и «Открыть». После всех этих настроек залетаем в игру и наслаждаемся. Если не высоким фпс, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.